Здравствуйте, это Укрлая с Людмилой Немирией, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман. А с нами сегодня на связи социолог, известный украинский социолог, доктор философских наук, профессор, директор Института социологии Национальной Академии Наук Украины Евгений Иванович Головахов. Евгений Иванович, доброе утро. Спасибо, что вы сегодня с нами. Доброе утро. Евгений Иванович, знаете, я была поражена. Вот я привыкла с вами говорить о разных социальных процессах в Украине, о вопросах, которые вы делаете ежегодные. Это просто фантастическая история, да. И есть темы, которые были для меня привычными. Но вдруг совершенно неожиданно я обнаружила, что вы дали очень интересное, потрясающее интервью на тему самосбывающихся пророчеств. Я была так удивлена, что вы говорили на эту тему. Для меня это было несколько неожиданно. И прочитав это интервью, я вдруг подумала, что эта тема должна быть, наверное, здесь и сейчас обсуждена, в Украине, потому что это важный какой-то такой момент. И поэтому, если можно, давайте немножко начнем с того, откуда вообще появилась эта тема. И я бы так сказала, даже несвойственная вам тема. Нет, ну, тема мне, не могу сказать, что несвойственная, она просто в круг моих интересов. Эта тема входила несколько десятилетий назад, когда я занялся проблемой жизненной перспективы личности. Ну, и в практическом смысле, это связи жизненной перспективы с профессиональным самоопределением молодых людей. И вот тогда-то я вот и обнаружил эту литературу, связанную с самосбывающимися пророчествами. И оказалось, что эти вещи, они имеют очень серьезное отношение ко многим сторонам нашей действительности. Я уже не говорю о будущем молодежи, которая сама себе может. Что такое, в общем-то, самосбывающиеся право? Да. Вот давайте с этого начнем. Это очень интересно. Это прогноз, которые люди делают на основании определенного понимания реальности, независимо от того, часто, соответствует ли их знание реальности этой реальности, может привести к конкретному результату, связанному с их ожиданием. То есть вы, в чем секрет? Это не мистика. Вот вы, например, неправильно понимаете ситуацию, вы себе пророчите. Нечто, для чего нет каких-то, ну сейчас, настоящих серьезных оснований. Но вы, напророчив себе, вы начинаете действовать в этом направлении. Вы начинаете сами себе создавать предпосылки для реализации своего собственного пророчества. Которые могут быть совершенно ошибочными. Правильно я понимаю? Ну, конечно, они ошибочны, потому что нет предпосылок. Я вам просто вот поясню. Нет предпосылок для этого. Ну, например, вам понравилось, так сказать, будущее, которое вы увидели на телеэкране, и вы решили, что вы там станете тем, кого вы видите на экране. Для подавляющего большинства людей это скорее останется абстракцией. Но для тех, кто начнет действовать в этом направлении, предпринимать какие-то. Появляется вероятность того, что это будет реализовано. Вот это и есть самосбывающееся пророчество, о котором, в общем-то, в далекой древности было известно, в мифологии. Шекспир на этом две свои пьесы, между прочим. На самосбывающихся пророчествах две пьесы Шекспира были, да. Какие интересы? Ну как, прежде всего Макбет, где ведьмы ему предсказали, что он станет королем. И Макбет, абсолютно, у него и мысли не было бы, не предсказали это ведьмы. Но он начал действовать в этом направлении. И в итоге, как вы знаете, он свои цели добился, хотя это стоило ему жизни. То есть, в чем была задача Шекспира, так сказать, дидактическая, в чем было назидание? Что, в общем-то, не нужно верить ведьмам. Лучше ничего, лучше не искушать судьбу. Это, вот, кстати, это насчет оборотной стороны самосбывающихся пророчеств. Когда вы себе чего-то надумываете и действуете, потом может оказаться, что оно претит в вашей природе. Понимаете? Что, может быть, если вы это себе не надумали, вы были гораздо лучше. Но это сложный очень вопрос. Я вот такой очень интересный эксперимент потом как раз и с этим расскажу. Как это зависит от типа личности. Ну и вторая пьеса «Много шума из ничего». Это же когда друзья видят, что молодые люди колкосться бедру встречают и постоянно, значит, поддевают, хотя они казались как будто бы красивые, молодые, умные там, таланты, все, что нужно. А вот они друг друга воспринимали как-то очень колко. И вот друзья решили над ними таким образом, ну как бы, я не знаю, не пошутить, а создать какую-то ситуацию. Они ему сказали, что она очень им интересуется, а ей против, что он ей интересуется. И в итоге в чем это закончилось? Любовная, красивая любовная история. Понимаете? Достаточно человеку сказать, ведь вот вы можете ни на кого не обращать, внимания. Но если вдруг вам кто-то скажет, что вот этот тобой очень интересуется, вы обращаете внимание, фокус внимания смещается, вы начинаете в этом человеке искать что-то для вас привлекательное, и начинается любовь. Вот. А еще одно самосбывающее проще. То есть они как бы, как бы, друзья из ничего сделали любовную историю. Но, конечно, как научная проблема, это недавнее. Я вот как раз об этом говорил, что научная проблема, то есть проблема, которая может быть исследована, до которой есть какая-то теоретическая база, и эмпирические методы исследования, это уже 20-е столетие. Вот. И для меня очень важно было, да, когда я впервые об этом феномене узнал, что именно Роберт Мертон, которого я считаю, ну, одним из наиболее выдающих социологов, впервые дал определение этому понятию, да и вообще дал ему вербальное выражение. Такого понятия, как «fulfilling prophecy», не было. Это фактически он как бы нашел слова для того, чтобы этот феномен описать. И дал ему определение, и показал пример. А пример очень простой, очень интересный. Тоже очень известный в практике пример с банковской сферы. Об этом писали и, конечно же, и до Мертона. Что когда какие-то люди начинают думать, что банк может лопнуть, и он ненадежный, независимо от того, в каком реальном положении банк. И они пытаются изъять свои деньги из банка, а другие, наблюдая за этим, начинают подозревать, что у них есть какие-то основания. И тоже бегут изымать свои деньги из банка. И таким образом снежная лавина сметает банки, в которых кто-то когда-то усомнился. возможно без всяких оснований. Вот это пророчество о том, что банк может лопнуть, даже если оно ложно, даже если за этим нет реальных оснований, как раз и приводит к тому, банк лопнет. Вот. И на этом даже Нобелевскую премию один экономист получил. Ну, на вот исследование этого феномена в реальной банковской сфере. Вот. И действительно, если в банковской сфере не учиться этим феноменом, то она становится очень уязвимой. Я вообще-то, честно говоря, этот феномен по-настоящему, я понял, насколько это важно, ну, поскольку я психолог по образованию, я когда стал читать психологическую взять. Уж в психологии-то это и получил. Социология, как я бы так сказал, что социолог Мерцент дал определение этому феномену. Вот. А психолог Роберт Розенталь, профессор Гарвардского университета, дал ему эмпирическое обоснование психологии. Причем потрясающе и потрясающе интересное исследование. Я вот просто хочу пояснить, что это для психологии. Начнем с мелочи. Казалось бы, вам достаточно, ну, это, конечно, не мелочь с точки зрения жизни, но с такого обыденного наблюдения. Если вы ребенку будете постоянно говорить, что он бездарный, то независимо от уровня его способности он будет бездарный. А если вы будете говорить ребенку, что он талантливый, то во многом независимо от уровня его способности он будет показывать лучший результат. Розентарь и Розентарь обратил внимание вот такой интересный феномен, что достаточно создать реальные условия, достаточно убедить человека в том, что условия есть реальными, и последствия этого будет реальными. Независимо часто от того, какова эта реальность. Вот его первый эксперимент, просто знаменитый эксперимент Роберта Розентаря. Это эксперимент на студентах и мышах. Студентам, психологам предлагался зоопсихологический эксперимент. Одни группе студентов давали мышей и говорили, что это невероятно способные мыши, которые показывали удивительные результаты, и они должны проверить это в эксперименте на лабиринт. С мышами очень часто проводят эксперименты. Как быстро смогут мыши найти выход из лабиринта? Абы такие делают экспериментальные панели, на которых надо искать выход. Человек тоже не всегда легко находит выход из лабиринта. Но и мыши не всегда легко находят. Но находит часто. Вот. В другой группе сказали, что это среднеобычная мышка. Вот. Посмотреть, какие у них будут результаты. Парна. А третьим сказали, что это вообще тупые бездарные мышки. Что никаких у них результатов никогда не было. Но интересно посмотреть, как они покажут себя именно в этих экспериментальных условиях. ну и оказалось, в итоге описываете, да, оказалось, что у тех студентов, которые экспериментировали с гениальными мышами, результаты были очень хорошие. У тех, которые со средними, результаты были средние. А у тех, которые работали с тупыми мышами, мыши показывали результат плохой. О чем это говорит? Вы представьте себе. Это говорит о том, что даже мышей можно заставить действовать в зависимости того, как мы понимаем их способность. Если мы верим, если мы верим в способность мыши пройти лабирит, она пройдет. Вот это первый такой был потрясающий эксперимент с самосбывающимся пророчеством. Но социологи тоже. Но я должен сказать, что еще очень интересно, что все-таки я был бы не совсем прав, сказал, что все это в науке описано именно Робертом Мертоном. Еще на рубеже 19-го и 20-го столетия был такой выдающийся тоже социолог, которого считают во многом отцом эмпирической социологии, эмпирической социологии, Томас, который в своих работах так между делом написал одно высказывание, записал, что если люди считают ситуацию реальной, то и последствия этого будут реальны. Ну, независимо от того. То есть, вот эту вот формулу, ее потом она получила в социологии такое не совсем адекватное название теорема Томаса. Честно говоря, сами социологи не понимают, почему это теорема. Если математическими терминами рассуждать, то это, наверное, скорее аксиома. Ну да, не нужно доказывать. Ну не надо, нет, она, нет, но потом оказалось, что ее можно вот так, как Розенталь сделал, так, как сделал Мертон, ну и показать на примерах таких очень развернутых хороших. Вот, но Томас тоже это все понимал. Понимаете, это, ведь наука, она все-таки вот что, истинная наука имеет накопительный эффект, понимаете. Знание формируется постепенно, это как настраивается. Поэтому каждый следующий шаг, он проясняет все больше и больше ситуацию. И поэтому вот от одного к другому мыслителю ситуация становится все более и более ясной. И, скажем, вот эксперименты того же Розенталя потом повторялись многократно. И он сам, во-первых, провел это на детях. Педагогический эксперимент. У него была там последовательница, с которой они писали работы о успехах учеников в школе. Но там уже учителям давали вводную. Что когда им говорили, что вот эти дети способны, а эти менее способны. И в зависимости от установки к концу года дети были абсолютно одинаковые. То есть их абсолютно не отбирали. Это был абсолютно спонтанный отбор. Но те дети, которых пришли к учителям с установкой, что они способны, получали лучшие оценки и показывали даже лучшие результаты. Ибо учителя им уделяли больше внимания, а те, которых назвали менее способными, они показывали худший результат. Пострадали ни за что дети, иными словами. Ну да, да. Ну вот нет, вообще-то вот вы правильно сказали. Почему сложно психологу? Он работает конкретно с людьми, понимаете? В конце концов, даже в зоологии, физиологии, там тоже есть свой кодекс этики. Нельзя мучить животное, нельзя ставить такие эксперименты, которые... Почему, например, знаменитые эксперименты Павлова сейчас были бы невозможны? на собаках, которым там фистулы всякие вшивали, заставляли их мучить, слюноотделение наблюдали, когда выводили. Это мучительный эксперимент. Вот сейчас физиологи пришли к выводу, что нельзя проводить такого рода на эксперименты, по крайней мере, на млекопитание. Там есть дискуссия относительно этих более низких уровней развития животного мира. Но с млекопитающими сейчас все в этику проникает идея, что нельзя проводить эксперименты. Я, честно говоря, не уверен, что позволили Баразонталью сейчас проводить такие эксперименты в американских школах. Вот не уверен. Я даже уверена в том, что не позволили бы. Наверное, потому что да, для каких-то учеников это имело бы, ну, не совсем позитивные последствия. То есть, когда их там, ну, хоть и экспериментария, но их же так скажут, что не менее способны. И это каким-то образом могло сказаться на их будущем. Но факт есть факт, он доказан. Вот те эксперименты, которые проводились после, они на чем, знаете, были построены? Например, что важно в самосбывающемся пророчестве для социологов? Почему этот феномен очень для социологов важен? Вот мы же имеем дело с респондентами. Наш основной источник информации, ну, когда мы пользуемся опросными методами, это респондент. Так вот, в экспериментах оказалось, что респондент дает ответ в зависимости от того, как он интерпретирует ситуацию опроса. если он относится с уважением или с опаской, или с каким-нибудь таким вот эмоциональным определенным настроем по отношению к интервьюеру или к руководителю эксперимента, то он пытается предугадать тот результат, который, как он считает, будет приятен исследовать. тем самым, безусловно, искажая результаты. Это как бы его ответ зависит от его интерпретации ситуации, в которой он находится. Вот вам и самосбывающееся пророчество. Он хотел вам помочь сделать приятное, ну, а в итоге это сделал, конечно, оказал медвежью уступу. И вот этот феномен для социолога очень важный интерес. Евгений Иванович, а я хочу еще расширить эту тему и поговорить, я не знаю, насколько это возможно, о самосбывающихся пророчествах в отношении страны и даже, может быть, мира. Мне кажется, это очень важный момент, потому что мы даже вот сейчас на себе это чувствуем, как на нас всех очень действует информация, которая появляется. Вот мы побеждаем, побеждаем, да, потом все плохо, 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 независимо от того, что на самом деле происходит. Вот это удивительный феномен, да, и вот иногда самые критические моменты, когда нам тут в Киеве кажется, что это просто ужасно, приезжают люди с фронта, вот приходят в студию и говорят, слушай, ну, давай искренне, но все же не так выглядит. И тогда возникает совершенно вот именно вот это вот ощущение, о котором вы сейчас говорите. Ну, безусловно, к нам это имеет непосредственное отношение. Я вообще самый простой пример. Вот опять, есть же в мире такие политические деятели, которые, лейтмотив выступлений, которые говорят, что Украина победить не может, поэтому не надо оказывать ей помощь. Зачем поставлять оружие, если она не может победить? Во-первых, вот вам самосбывающее пророчество. В чем была сущность? Значит, если человек, политик, говорит, что мы победить не можем, да, он закладывает в основание своего прогноза и убеждает других, ну, что, ну, идею, что не надо давать оружие. Зачем не давать оружие вроде бы тому, кто не может победить? Если нам те, и что же происходит? Если нам не дают оружие, так трамписты некоторые утверждали тоже. Если нам не дают оружие, то мы точно не сможем победить. Если у нас не будет оружия, вы точно, и таким образом пророчество этого человека, хотя оно было неадекватным поначалу, ибо если бы давали оружие, мы могли победить. Ну, вот не давали, и все, и вот оно сбылось бы. Вот это, вот это и надо прежде всего показывать, что те политики, ну, вот не далее, как совсем не далее, об этом вчера опять заявил Орбан, небезызвестный. Ну, и не только он об этом говорит. Само сбывающееся пророчество, это абсолютно непосредственно, то же самое и для Украины. То же самое и для Украины. Если мы будем говорить, что мы победить не можем, это я бы так сказать, я, понимаете, я вот как раз недавно об этом говорил, у нас была большая конференция о социальных дискурсах в современном мире и в условиях войны. Вот у меня такое есть, я выделил несколько дискурсов, которые могут привести к поражению. Ух ты! То есть это дискурсы поражения, но самый первый вполне понятный. это дискурс сильного врага, которого победить невозможно, который, кстати, он сам нам навязывает, между прочим. Абсолютно согласна. Ну, безусловно. Да. Это же, вы понимаете, страна, которая постоянно проигрывала войны, в то время рассказывает всему миру, что она никогда их не проиграла, что русских победить нельзя. Ну, им уже даже пытаются, ну, как же вот, вот ваш 20-й век, вы бесконечно проигрывали, вот в 19-м вы проигрывали, вот там Крымская война, вот Японская война. Да вы в Финской потеряли 200 тысяч человек, со страной, трехмиллионным населением, и вынуждены были подписать мирный договор, хотя и Финляндия что-то потеряла, но морально она победила. то есть, господи, сколько таких поражений, а вот навязывается дискурс, мы огромные, мы русские самые сильные, русские не сдаются, русские только побежать. И если мы принимаем этот дискурс и говорим, ну да, ну у них же в пять раз больше населения, у них ядерное оружие, у них все есть, а у нас ничего нет, у нас ресурсы кончаются, люди устали, все это и независимо от того, есть ли у нас шанс победить или нет у нас шанса победить, мы проигрываем с этим. Это вот дискурс, ну есть еще один дискурс поражения, который тоже, кстати, имеет к этому отношение. Это дискурс зрады, я его так условно говорю. Который, кстати, нам в первую очередь тоже навязывается России. Вы же, вот интересно, вы слушали очень интересное выступление небезызвестного российского шовиниста и чиновника Дмитрия Рогозина перед студентами МГИМО. Это когда? Это когда? Я не слышала. Сравнительно недавно. Не, не слышала. Может, месяц, я не знаю. Но вот я вам расскажу. Главный тезис. Он выступал о том, как нужно организовать пропаганду, чтобы победить такого врага, как Украина. Перед студентами МГИМО. В чем их задача? А мы вам наеду в интернете найдете. На канале Настоящее Время его часто показывает этот сюжет. Вот. И в чем его главный тезис? Что главным условием победы победы является даже не оружие. Даже не ракеты. И пуск. Решающим. Он, правда, не главный, решающим. Это дискредитация украинского политического и военного руководства. Вот вам прямой очень четкий тезис. И вот здесь сидят эти мальчики-девочки с открытыми ртами. И вот это всю весь этот яд и вливается в души и в голову. И они готовят вот этих пропагандистов, которых мы видим, небес, там жутких вот этих персонажей чудовищных просто каких-то. Ну, карикатурных, но страшных. Вот из них вот, из этих же вот. Они еще сидят, они широко рассветными глазами смотрят на этого прожженного циника и мерзавца. А он объясняет, что надо дискредитировать. Надо говорить, что они, что народ просто случайно, что они некомпетентны. что они коррумпированы, что они подлые, что руководители не могут и ведут страну поражут. Все. И он прямым текстом все это излагается. Вот это, но этот дискурс у нас тоже очень серьезно развивается, зрада. Я, о, а какая, а вот теперь представьте себе, какая из этого идет логика дальнейшая. Это логика агрессии не на внешнего врага, а на внутренний. Ты себе ситуацию интерпретируешь, что главный твой враг это не тот, который напал на твою страну и убивает твоих друзей, близких и соотечественников, а главное тот, который руководит, потому как он не достоин сейчас находиться ну и все, эта агрессия переключается. Вот вам самосбывающее пророчество. Мы переключаем агрессию, мы уже не так важно нам выгнать врага, как важно выгнать внешнего врага, как важно выгнать внутреннего врага. И вот логика. Нас предали. Это не наша власть, а значит не наша война. все с этого момента начинается поражение. Вот вам опять самосбывающее пророчество. Если вы определите ситуацию не как угроза со стороны внешнего врага, а как угроза со стороны внутреннего врага, вы будете строить свое поведение в соответствии с этим. Вы скажете, что это не моя война, я за такую власть не буду защищать. Ну и все, а поэтому значит он не будет ничего защищать. Вот вам еще один пример возможного самосбывающего пророчества. Так что я думаю, что к политике сейчас, особенно к нашей стране, этот феномен имеет даже значительно больше отношения, чем к педагогической практике. потому потому что там знаете, в чем есть нюансы, я вам скажу. Почему не все так просто? Это все, знаете, вот определил ребенка, как талантливый, он будет талантливый, определил, как бездарного, будет бездарным. А не совсем так просто. Все зависит от типа личности. все-таки есть люди, которые умеют противостоять и дети вместе, которые умеют противостоять даже несправедливому отношению. И если вы будете ребенку нонконформисту говорить, что он бездарный, он на зло станет способным и будет делать все это. Но правда большинство все-таки людей конформны и они будут поддерживать вот ту позицию, которая им авторитетная источник навязывает. Но так и в обществе. Вы знаете, что большинство людей может оказаться конформным к неадекватным источникам. Вот пример России с Путиным. Даже не самый выдающийся мыслитель журналист сказал, что ничего более тупого он не слышал. Это о преамбуле Путина относить того, как Ленин создал Украину, а Богдан Хмельницкий разоблачил Ленина, помните, и своими письмами разоблачил Ленинское предательство. Даже он скажет, ничего нет тупи, но для подавляющего большинства российского населения это источник знаний, информации и просвещения. Это даже представить невозможно, что человек фактически это то, что говорилось в полчаса исторического дискурса, это было просто на грани бреда. Журналист приняло как самое тупое, что он слышал за всю его журналистскую деятельность. Но оно действительно было неадекватно, но видите, оно воспринимается не только как адекватное, а как истина, которая вынуждает русского человека, как хоть ему не хочется, потому что он очень мирный и очень добрый, но все-таки восстановить справедливость и вернуть все то, что Рюрик дал ему, а Ленин отнял, и вместе с Богданом Милинским восстановить вот эту справедливость. Вот так воспринимается мир благодаря интерпретации социальной ситуации как реальной, при том, что это почти параноидальная интерпретация. Евгений Иванович, вот еще одна история по поводу подготовки мира, особенно Европы, к большой войне. Это же тоже интересный момент, правда? Очень долго об этом молчали, но потом, когда кто-то сказал об этом, что есть угроза, что Путин может напасть и пойти дальше, то вдруг ощутилось это, что это как снежный ком стало разворачиваться и разворачиваться. Я просто вот когда готовилась к интервью с вами и читала ваше интервью, я подумала, насколько очень много разных событий в мире тоже как-то, наверное, подвержены вот этим всем установкам, да? Ну, безусловно. Опять, но в данном случае это для нас хорошее пророчество. Я не знаю, понимаете, вот как западные люди интерпретили, вплоть до нападения России на Украину в 22-м году, в основном Запад интерпретировал ситуацию как не самую опасную. Ну, считалось, что это локальная проблема, которую решать надо с учетом интересов сторон и так далее. Очевидность стала многое после нападения. Ну, мы понимаем, после того, как было продемонстрировано просто абсолютно несоответствую, я бы так сказал, несоответствующее требованиям 21-го столетия поведение государства, являющимся там членом ООН, подписывающей какие-то договоренности, даже подписавшая договор о признании границ и так далее, и так далее. То есть, очень многое. То есть, пример государства, которое нарушает все правила международной жизни и при этом демагогически обвиняет в этом других, то есть, оно, конечно, продемонстрировало, что надо интерпретировать эту ситуацию как угроза не локального конфликта, а угроза всему человечеству. и теперь не важно, это является ли, понимаете, является ли это просто демагогией и пропагандой, или является реальными намерениями поработить весь мир. это не имеет значения. Ситуация на Западе сейчас интерпретировала, чего добилась Россия? Западный политический истеблик, редкими исключениями, надо сказать, но мы знаем эти исключения, не буду опять говорить, начал интерпретировать ситуацию с Россией как глобальную угрозу. Глобальную угрозу существования цивилизации и всего человечества как такового, потому что идет постоянное бряцание ядерным оружием. То есть Россия сама, я говорил, Россия потрясающая, удивительная страна, я не знаю другую такую, которая умеет так действовать против своих интересов. Ну вот я уже всегда говорил, что россияне в Украине уничтожили знаете, ну где-то несколько миллионов русских. Было 12% людей, которые себя считали по идентификации русскими, осталось 2%. Это несколько миллионов человек. Но люди не хотят себя считать русскими. Все. Даже если первоначально у них была такая идентичность. Это государство, которое, говоря о том, что ей нужно кого-то отодвинуть НАТО, придвинуло его с невероятой скоростью, то есть вообще фантастической скоростью придвинуло к себе НАТО. Ну и государство, которое хотело занять достойное место вроде бы в этой, ну в международ, как-то в новом международном порядке, чего же оно добилось, что его интерпретируют как главную угрозу человечеству. Вот результат того, что она здесь. Конечно, для нас это огромная цена, но вот понимаете, для нас что из этого с точки зрения опять же этих самосбывающихся пророчеств? Я вам поясню механизм. Как только западные политики начали интерпретировать ситуацию как глобальную угрозу, они Украину теперь интерпретируют не как часть постсоветского мира, которая страдает во внутренних разборках, а как ту страну, которая защищает глобальный порядок и цивилизованной силы. И потому, вы же видите, да, им, конечно, жалко денег, но я понимаю, но вы же поймите. Да, они понимают, что некоторые, что не все избиратели так стойки, что готовы из своего бюджета платить за эту, но они пытаются интерпретировать так ситуацию, объяснить своим избирателям, а иначе вам придется воевать, а иначе вам придется больше платить за это, а иначе будет бомбить не Украину, а вас, понимаете, и тем самым они создают реально ситуацию, когда граждане в западных, и не только в странах западных, а более чем в 100 странах мира, по крайней мере, уже понимают, что поддержка Украины это минимальная цена за то, чтобы предотвратить эту глобальную войну и угрозу уничтожения. То есть это очень важно, и я еще, почему я считаю, что чем дольше Украина держится, тем более это будет нарастать, именно этот феномен, именно этот эффект. И почему я вообще считаю, что нужно верить в победу и в поддержку Украины, потому что я даже, я сам у меня были очень тяжелые, очень тяжелые эмоциональные, так сказать, восприятие ситуации, которая была с американской помощью последние полгода, но я все равно все-таки до конца, я считал, что это пророчество, которое уже сделали все-таки подавляющее большинство политиков Запада, оно все равно сбудется. И таки, видите, хотя это будет только завтра, но я думаю, что завтра это уже будет. И, кстати, эта помощь, я уверен, она будет нарастать. С каждым годом. и чем нам будет труднее, тем больше они будут помогать нам. А могли бы наоборот, вот если бы дискурс поражения победил, а, они не могут, значит, нечего давать, но он проигрывает. И вот эта логика меня, некая с точки зрения самосбывающего пророчества, для меня очень важна. Но есть еще один, правда, феномен саморазрушающихся пророчеств. Это тоже интересная вещь, и об этом можно было бы еще немного поговорить. А давайте тогда поговорим. да, вот, вот. Вот, понимаете, благо, что использовался в данном случае феномен самосбывающего пророчества. И он таки показывает свою действенность. Задавили противника в помощь Украине. А теперь, вот, представьте себе, есть же пророчества, которые построены на адекватной оценке ситуации. Но если мы покажем их последствия этой ситуации в будущем, катастрофической, то ситуация может измениться. Чтобы предотвратить, правильно? Чтобы предотвратить, конечно. Но классически всегда этот пример приводят с проблемой климата. Когда на рубеже 19-го, 20-го, 21-го столетия забили тревогу экологи и климатологи, что начинается катастрофическое потепление, начинаются необратимые изменения климата, все-таки это заставило политиков заставило сесть за стол переговоров, выработать какие-то правила, хотя бы минимальные, чтобы, если не предотвратить совсем, но хотя бы замедлить этот процесс. И уже некоторые результаты замедления процесса заметны. А было бы, а возможно, если бы этого не было сделано, по крайней мере, развитые индустриальные государства очень существенно сократили выбросы. И в перспективе планируют их свести до минимума, кстати. Тогда это будет еще важнее. Но сейчас это тоже очень важно, чтобы не довести ситуацию до критической, а тогда это будет еще важнее. то есть это вот это алармистский прогноз, он был очень важен. Он был очень важен для того, чтобы его разрушить. Ну и то же самое в политике. Я могу сказать, но какого типа прогноз может быть? Возможно, если мы говорим, что вот без такого такого и такого и такого оружия мы проигрываем, конкретно, мы разрушаем основу, хотя его у нас сейчас нет. И нам его не хотят дать. Но если мы будем убеждать наших партнеров, что вот без этого и этого мы проиграем и убедим их, мы разрушим. И они нам дадут, и тогда мы иначе не проиграем. То есть есть и такие варианты. Это о том, что можно использовать разные варианты дискурсов с учетом разных аспектов пророчеств. Вот самосбывающиеся, когда вот надо, тут надо показать, насколько они могут быть полезны или опасны с точки зрения наших интересов. Тут нечего говорить, честно говорить, чьи интересы в данном случае есть. Ну и с другой стороны демонстрировать, что можно разрушить, если мы будем правильно вести дело. Евгений Иванович, спасибо вам огромное. Такой интересный разговор получился очень. Спасибо большое. Да, я рад был общению. Спасибо вам. Спасибо. Евгений Головахов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Спасибо.